Наводку, которую дала полковница, бутчер передал ММу при прощании, и ММ звонит Хьюи, а Хьюи в это время со Старлайт. Важный момент был со Старлайт в башне, когда он уходил на встречу с Хьюи, они встретились с Хомлендером в лифте. По пути он её прихватил в лифте. Грамотно, кстати, на печёночку нажал пальцами. Там видно, что он уже теряет, так сказать, бразды правления, и его начинает уже колбасить серьёзнейшим образом. Что-то идёт не так, начинает бросаться на людей. Если до этого эпизода он ещё на всех смотрел со значением и словами всех убеждал… Ну-ка, сядь на место! Да, но тут уже всё стало плохо, уже лифт остановить между этажей, за печень хватать, душить, ну а это, с одной стороны, понимает, что она как сила не может противостоять ему, а с другой стороны, Ловко на словах его разводит, где я тебе вру, расскажи, где я тебе вру. Не поддалась на эмоции, сориентировалась. Молодец, да. Ну она ж непрерывно растёт, мы же помним, что у неё дуга характера, она уже прохаванная вся такая. К концу сериала будет заквоченная тварь и интригантка. Да-да, и Ловко его развела, а он уже… Ну он-то ей предъявил, что она вруне, хватит мне врать, Мэй за тебя впряглась, а ты… You failed me, да? Да-да-да, подвела, да. Но, тем не менее, она его развела, а он посреди своего психоза только что за печень хватало, а тот уже поверить должен, и не получается у него так, как надо. Это привносит волнение, так сказать, в кадр, интересно наблюдать. И на Мэй в этом же эпизоде, давайте сразу скажем, оторвался, так сказать. Да, во время какого-то телеинтервью очередного его там приезжает к стенке вопросами чего-то маловато среди супергероев чёрных. Но справедливый же вопрос, ведь если это искусственный… А в семёрке-то у нас, посмотри, сколько их там, двое – один паровоз, второй чёрный нуар, я, правда, не знаю, какого он цвета, но, в общем-то, предполагается, что чёрный, блин. Мало того, у нас пи*** есть, говорит Гамала. Кто? Да он же! А это и деваться некуда, бедолаге, отлично получилось. То есть, тут он вот над ней нависает конкретно совершенно, она его боится, с ней он делает, чё хочет. Вышли, и её там такая, какая такая, Елена, кто это вообще? Ловко её, а она и вякнуть не может. Не, про Елену выяснил он ещё в предыдущем эпизоде, когда зашёл и услышал их разговор, а может быть, даже и весь послушал, всё суперслух, зрение. Он же там через стенки слышится. Вот. Кто-то в автобусе тогда никого не услышал, стоял рядом, а кто в автобусе пыхтел, ничего не услышал. Ну, бывает, да. Ну, Свинцовый там был. Это тут она уже выбежала и спросила, а что с Еленой? Ну, сразу запаниковала, потому что он конкретно даже имя назвал в этом по телевизору. Да. Вот. А он ей сказал, что я вот искренне рад, что не можешь поверить, не надо врать только. Ещё один раз ей повторил. Ну, все ему врут, он, видишь, весь волнуется, и Старлайт врёт, и это врет. Все врут. Как говорил Николай Второй, кругом. Обмана и измена, или измена и обман. Предательство. Как гибиотик, что за хуйня творится? Опять в Сережуку нашу стреляли. Так ведь и убить могут. И вот этот момент с вопросом журналистки, он же вполне закономерен, потому что раз выяснилось, что вы делаете супергероев, это никакая у неволя случая, вы просто их забираете, а это вы конкретно детей там? Выбираете, да. Белых. Каков процент, кого вы там нам выбирали, серьёзный вопрос. Современно. Ну, она сказала, сколько там, 6% чёрных, и 1% азиатов, и кого-то там ещё, испанцев, латиносов. Ну, в Америке, если правильно помню, 13% чёрнокожих живёт, их там не очень много, в общем-то, поэтому 1 из 10, грубо говоря, не такая большая там, ну, в 2 раза, а чем? Естественно, 6 и 6, 12 получится, а так их 13, ну, в 2 раза меньше, это не в 10. Как-то так. Мне показалось неубедительной предъява.